как приготовить хрущевское тесто для этого вам понадобится 2 яйца стакан сахара 1 чайная ложка соли без горки стакан молока но мне молока нет я теплую воду стакан теплой воды это все нужно перемешать для растворения сахара и вливаем 200 грамм растопленного сливочного масла можно использовать маргарин по рецепту это все как вы хотите перемешали и отставляем берем 650 грамм просеянной муки пачку сухих дрожжей здесь 11 грамм высыпаем дрожжи перемешиваем добавляем нашу смесь больше ничего сюда не добавляем 650 грамм муки и замешиваем тесто можно руками можно миксером у меня нет такого миксера поэтому я делаю все руками посмотрите какое обалденное тесто получается и сейчас его надо подольше помять видите обалденное какое-то 15-20 минут мять вот так вот вот так вот как в рецепте показывали да даже руки не нужно смачивать ничем не мукой смазывать ним растительным маслом берите его можно вот так все что хотите делаете посмотрим что из этого получится хочу из них булочки испечь посмотрите просто обалденно бить его так больше да я не верила в чудеса когда смотрела этот рецепт спасибо моей подружки которая поделилась что хотите делайте с ним ведь 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 это тесто бейте еще я знаете что узнала что нужно его после этого на четыре часа в холодильник она сама поднимется в холодильнике даже и вы можете его вот так вот отщипывать и формировать какие-то булочки да там это потом мы с вами будем делать пирожки и пирог можно сделать с него хранить его в морозильнике можно до двух месяцев можно по пакетикам уже дозировать когда она будет вас эластичная вот тогда она будет и готова вот так мои дорогие спасибо вам за ваши комментарии где вы мне там хвалите что я такая хозяюшка бывает у меня такое бывает иногда хочется отдохнуть от всех вот этих своих хоббий и заняться выпечкой ну я сама так не кушаю вдоволь но порадовать моего любимого мужа хочется потому что он этого достоин где ты купишь готовая и где сама испечешь да смотрите посмотреть надо когда она готова дети вот сейчас по-моему она не должно быть пористая такое прямо должно быть если она пористая вот поры значит нужно еще его помять и классно что она не прилипает к рукам то свою дозу муки получила всего сдобы и не парили пает и забыла вам напомнить и указать когда вы будете готовить из него что-нибудь вы заранее вытащите с морозилки чтобы она остыла то есть оно пришло в себя потеплело и тогда будет намного вкуснее и пышнее ваша выпечка друзья мои на пусечки прошло 6 часов 6 часов посмотрите какое тесто его можно отщипывать и даже вот смотрите если но как будто соткана из миллиона ниточек знаю как она будет выпечки но это мне нравится мы знаете что сделаем сейчас я не буду тоже пользуюсь переверну и пусть она еще подходит готовьте хрючевское тесто а а а ты а а и